Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня у меня для вас новенькое что-то в Plants vs Zombies 2. Подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте, конечно же, писать комментарии, будет очень интересно их и любопытно почитать. Ну, а мы сегодня откроем новое растение, и как именно мы это сделаем, вы скоро узнаете. Так, начнем с, как обычно, покупочек. У нас тут с вами вроде бы особо ничего интересного нет. Как вы знаете, в этом сезоне была довольно-таки интересная травка. Травка-муравка, которая в качестве растения у нас с вами идет. Как видите, я прошел довольно-таки много, а именно 150 очков сделал. Конечно же, нужно сделать еще столько же 150, чтобы ее разблокировать. Но есть небольшой лайфхак, как мы можем это сделать иным способом. Идем, а значит, вот сюда. Кстати, здесь есть косарик, тоже заберем, к чему вы и нет, все пригодится в хозяйстве. Идем вот сюда, и нам здесь надо, как видите, я два уже выиграл, еще три уровня выиграть, чтобы получить 50 семян. А это ровно столько, сколько мне не хватает. Ну, мне даже там 45 где-то не хватает. Поэтому погнали! Я надеюсь, что мы с вами быстро получим все эти наши призы и сможем открыть это растение. Ну, а заодно его и затестим еще. Такс. Берем солнышко. Кстати, к сожалению, голдблюм нельзя поставить. Ну, ладно, ничего страшного. Так, я бы здесь взял еще бы что-нибудь жаркое, потому что, как видите, у нас здесь с вами ледяной уровень. Например бы, например бы, например бы. В принципе, нам как раз-таки дальнобойный дэмэдж очень даже не помешал бы. Кстати говоря, что-то я его не вижу. А почему вопрос? Вижу вот ледяной. А где у нас огненный? Кстати говоря, ледяной тоже заблокирован. Да, и огненный тоже заблокирован. Интересно, по какой это такой страточке не блокируют? Ну, ладно, возьмем тогда, скорее всего, пепперпульту. Сейчас я, конечно, еще подумаю. Можно инферно взять в принц... А, стоп. Инферно. Блин, вообще все заблочено, ребят, даже инферно. Ну, по сути, из огненных растений у меня только пепперпульта. Это, она довольно-таки отстойная, но без рыбьи и рака рыба, поэтому давайте. Давайте будем играть на пепперпульте. Так, начинаем с солнышка, естественно. Ну и как? Будем, значит, следующей линии сдать пепперпульту. А нашу травушку-муравушку будем ставить через линию где-то вот сюда. План примерно такой. Ну, а сработает он или нет? А мы узнаем вот буквально вот-вот-вот. Так-с, давайте сюдемс. Сюда уже можем ставить пепперпульту. Она уже будет обогревать целый вот этот квадрат. Поэтому, в принципе, мы с вами здесь не особо запариваемся. По кдшечке прям выстраиваем все, чтобы у нас тут все было хорошо. Так, это я пока, наверное, трогать не буду. Мне пока нет смысла на это тратить деньги. Чуть попозже поставим тоже. Все, по солнышкам мы с вами в шиколдосе. Все хорошо. Сюда ставим еще одну пепперпульту. И мы... Ой, какой же малыш. Какой же это малыш. Кстати, видите, этот уже немножко подрос. Между прочим, этот малыш уже, так сказать, повзрослел. Так-с. Ну что, я думаю, что можно здесь ускорять. Вон, видите, клюет малыша, блин. Но малыш справился. Молодец, красавчик. Вот этот уже такой тоже посерьезнее. Тоже справился. Тоже красавчик. Я думаю, что можно их густануть даже. Почему бы и нет. Ну, так же чисто, чтобы... Блин, правда, здесь никого не было, чтобы я пустил. Ну, ладно, неважно. В принципе, у нас все равно кдшечка слетит. Все будет нормально. Ну что, и я думаю, можно, наверное, вторую линию уже ставить. Нам здесь, в принципе, все довольно успешно получается. Запасные солнышки имеются, поэтому можем себе позволить. Потихонечку выставляем. Конечно, если будет ледяной ветер, то вот здесь вот эта линия, она уже будет немножко подмораживаться. Поэтому с ней надо быть поосторожнее по возможности. Но я думаю, что мы с вами более-менее в шоколаде, поэтому... Опять же, не буду особо заморачиваться. Давайте даже. Даже я, на самом деле, настолько не буду заморачиваться, что даже эту прохожечку еще сюда поставлю. Будем уже реально более так агрессивно играть, потому что уровень довольно-таки несложный. А тигрята довольно-таки имбовые, если уж честно говорить. Поэтому, в принципе, на них играть одно удовольствие очень-очень легко. Вот, например, блин, ну даже ультовать особо не могу, потому что банально... О, вот сюда давайте подойдем, как раз Гаргантьюар. Видите, какой с алмазными когтями. Опа, его даже Гаргантьюар не ваншотим. Но, к сожалению, с ударом не ел. Ну и Гаргантьюар тоже отъехал. Поэтому, в принципе, как я и говорю, тигрята, конечно, это мощь. Тигрята это тупо мощь. Ну что ж, в принципе, здесь победа. Здесь победа, как видно, осталась последняя волна. И я думаю, что мы ее тоже и затащим. По большому счету, нам даже не понадобилось использовать отбросы вот эти вот, которые отбрасывают. В принципе, мы справились реально без проблем. Давайте уйдаем сюда, чтобы побыстрее размолотить Гаргантьюашку. Дело сделано, друзья, дело сделано. Это у нас буквально вот последние штрихи, так сказать. И готово. Найс! Еще одна победа за нами. И давайте посмотрим, что у нас будет на следующем уровне. Монеты все собираем. Это все хорошо. У нас 60К уже, опять же, нормально нафармили. Меня это тоже радует. И давайте посмотрим следующий уровень. Четвертый. То есть, по идее, он уже будет посложнее, чем предыдущий. И нам надо еще этих задефать. Хорошо, я понял. В принципе, они сами по себе довольно крепкие, но нужно будет постараться. Солнышко берем по Любасу. Блин, ну вот, кстати говоря, видите вот этого товарища? Я его, конечно, очень не люблю. И у нас яблоко с вами недоступно. Что мы можем против него взять? В принципе, конечно же, и сами тигры, я думаю, с ним неплохо справятся. Но вот что-то еще, может быть, типа вот этого можно взять. Давайте мы даже Грайданем. В принципе, арбуз эта тема хорошая. Ой, он еще и подешевел. Вообще замечательная тема. Вообще замечательная. Ну, блин, это прям очень хорошо. Меня это очень радует. Давайте заморозочку на всякий возьмем. Давайте взрывчик на всякий возьмем. Винограда нет, но такой есть. И давайте возьмем мяту. Ну, чисто, так сказать, про запас. А, я мяту взять не могу. Даже силовую, какую мне давали до этого. Ясно, понятно, хорошо. Хорошо, хорошо, я понял, я понял. Так, ну, блин, на самом деле это вообще абсолютно не важно, что здесь брать. Давайте вот это возьмем, на гробе будем ломать. Поехали. О, кстати, 10 уровня. Я, кстати, только сейчас заметил, что почему они так сильно бьют. Потому что они 10 уровня. Ё-моё. Ну, тогда неудивительно. Давайте так, давайте так. Давайте так. Да, я думаю, что действительно, то, что они 10 уровня, ну, это влияет очень сильно на то, что происходит в жизни, в обычной, так сказать, они намного слабее, друзья. Чтобы вы понимали. Потому что 10 уровень, это очень много семян. Особенно для такого имбового растения. В принципе, мы могли бы, наверное, вообще ничего не брать, кроме как тигров. Потому что, ну, тигры 10 уровня, я реально думаю, что будут разматывать столько в путь. Не, это даже, кстати, не то, чтобы... Может быть, это стопудово так. Я думаю, что мы можем спокойно из этого обойтись. Давайте, наверное, ультанём чисто в ряд, чтобы чисто у нас, ну, вот, рядок был алмазных тигров. Они... О, я понял. Хитро! Хитро, друзья, ничего не скажешь. Ну, давайте вот так тогда сделаем тоже по-хитрому. Раз они так со мной, я тоже так сделаю. Окей. Это было реально неожиданно, скажем так. Ну, ладно, мы все равно справимся. Не проблем. Хе-хе-хе. Так, ещё один я вижу, я вижу. Хорошо. Давайте поставим. Кстати, обратите внимание, что на десятом уровне трава стоит 75, хотя по факту она стоит 150 на обычном уровне. То есть, соответственно, надо понимать, что она будет стоить в два раза дороже. Ну, и демеджа, я думаю, что она будет удавать значительно меньше. Даже, естественно, не думаю. Это стопудовый факт. Ну, что ж, а? Тем временем наши эти ребятки-то вовсю, вовсю, так сказать, рвут на части зомбаков. Вообще даже не парятся мне так. Я не знаю. Ну, естественно, что если ребят прокачать растение до десятого уровня, я думаю, что почти любое растение будет имбой. Но тигрки себя показали вообще как нельзя лучше. Поставим, поможем. В принципе, помощь им нафиг не нужна. Вы сами видите, что происходит. Никто... Так, погоди. Давай, давай, помогай, помогай, помогай. На всякий случай поддефим. Просто чисто на всякий случай. Так, и нам по-хорошему нельзя допускать Гаргантюа до Орехов, потому что иначе это будет ГГР. Давайте я сюда подканем. В принципе, вроде бы все. И сюда отправим. Да, все нормально. Гаргантюа уничтожена. А тут нам больше ничего особо и не угрожает. Десятого уровня наши молодчики-тигрята разобрались и справились и уничтожили. Молоцит. Ну что ж, остается у нас последний уровень. Пятый. Я надеюсь, мы сейчас получим наши пятьдесят семян и разблокируем нашу прекрасную тигротравку. Так, что у нас на пятом уровне? Может, это будет вообще какая-то супер жесть, которую невозможно будет пройти. И разработчики специально так сделали, чтобы было тяжелее. Так, вижу панка. Ух, слушайте, а тут вообще довольно серьезные противники, надо сказать. И да, трава первого уровня, ребят. Вот это, я понимаю, подстава. Окей, окей, это будет интересно, я так чувствую, это будет интересно. Давайте возьмем подморозку, скорее всего. И давайте, наверное, возьмем три стрелы. У меня он шестого уровня. Да, дорого, согласен, дорого. Но мне кажется, это того стоит. Поехали. Посмотрим сейчас, как все пойдет. Конечно, я не очень уверен в том, что я выбрал правильную страточку. Но надеюсь, что все сработает. Давайте сразу так сделаем. Это сюда. Сюдемс. Это Сюдемс. Это Сюдемс. Ага, он в... Я понял, я понял. Он врезался в тигрика, да? Да, он врезался в тигрика. Ё-моёшка. Такс, это Сюдемс. Ну, пока мы вроде бы как более-менее, не то чтобы прям идеально, но справляемся. Давайте я не буду лучше ускорять, потому что здесь ситуейшн... Блин, офигеть. Это будет непросто, я чувствую. Давайте больше этих. Я, наверное, сразу утону сюда. Мне нужно больше солнышек. Такс, солнышек. Это сюда. Нам надо срочно выстраивать тигриную защиту. Тигриная защита работает неплохо. Хорош. Это сюда. Так, тигриная защита, пожалуйста. Спасибо. Много довольно ультов. Я думаю, что за счет этого мы с вами... Это не очень хорошо, честно признаться. Блин, а почему он не ест... Почему тигрик не ест осьминога? Вопрос на засыпку, так сказать. Но, слава богу, здесь, кстати говоря, не особо много... Да? Не особо много волн. То есть у нас, по сути, еще одна волна нас ждет. И дальше все будет норм. Я, наверное, ультану. Хотя нет, подожду. Подожду. Буду расставать. Ульта у нас есть. У нас все, в общем-то, есть. Все нормально. Раз. Два. Хорошо. Красиво. Ой, красиво. Выстрелили нормально. Блин, солнышек не хватает. Я думаю, что надо еще ультовать. Нормально. Нормально. Самая основная проблема у меня сейчас вот здесь. Отлично. Проблема решена. Нормально, ребят. Ну, я так скажу. Опасно. Опасно чувствовалось это. Я так немножечко, если честно, подзанервничал чуть-чуть. Но, по итогу, зарешали без проблем. Найс. Шикардос. Ну что, по идее, сейчас должны получить наши 50 семян. И, кстати говоря, мы очень быстро прошли этот уровень. То есть, вообще, по сути, быстрее, чем все остальные. Ну, всего лишь одна серьезная волна. Поэтому неудивительно. Ну что ж, 50 семян. Открываем. Вот они. И... Опа. 255. Шикарно. Пойдем открывать нашу замечательную тигротрапку. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Что она вообще из себя представляет. Как она выглядит в библиотеке нашей. Но, в целом, я уже максимально доволен, друзья. Итак. Открыли. Стоит 150. Дэмэдж дает 40. Ричардж 7 секунд. Очень быстрый ричардж. Очень быстрый. Спешл Тайгер Хелс. Соответственно, она будет выращивать тигра. Которая постепенно вырастает. Становится все сильнее и сильнее. Как вы могли заметить. А с ультой он вообще с алмазными когтями. Так. И у меня не хватает 45 семян, чтобы ее забустить на раз. Я вот думаю, могу ли я себе позволить купить прокачку. Так. Спешл. Я знаю, что здесь есть где-то пиньята. Вот она. Блин. Мне нужно, получается, 5. А она будет расти с каждым разом. Я не уверен, что у меня хватит моих 64 алмазов, друзья. Ну, я думаю, давайте качнем на парочку раз. В принципе, почему бы и нет. То есть, видите, она уже 13, что это не 10. В принципе, просто немножко тут собрать семян, мне кажется, лишним не будет. Поэтому почему бы и нет. Тем более, что тут еще силовые растения, которые мне очень-таки нравятся. Поэтому я думаю, что это нормальная тема. Так. И еще десяточка. Это уже 25. Плюс пастер. Наг до пятого уровня вкачиваем. Шикарно. Шикарно. И давайте еще на один раз качаем. Я думаю, что этого достаточно. 10. Это уже 35. И, ну, это бесполезно, конечно. Но пускай тоже будет. Ну что, друзья. Я так могу сказать, что я доволен. Давайте. Я еще хочу посмотреть, что у нас за растения в погоне за пенни. Вдруг мы будем бороться за семена как раз-таки. Не, за киви беста мы будем бороться. Ну, давайте, наверное, сыграем разок на тигротравке. Вот на таком, так сказать, в таком ее виде, в котором ее и предусматривают. То есть, без всяких бафов, без всего. Еще и зомбаки у нас более сильные. Ага. И это не самый лучший уровень для тигротравки, скажу я честно. Интересно, а как будут... Они по воде умеют бегать или нет? Вот в чем вопрос. Так. Давайте возьмем себе защиту, наверное. И возьмем еще... Да ладно, только защиту возьмем. Ну, блин, горганчуа вижу. На, я думаю, что будет жестко. Ну, ладно, попробуем. Так. Я хочу взять еще вот это. Хочу взять вот это. Хочу взять вот это, естественно. Ну, и я думаю, что этого будет достаточно. Хотя у нас дэмэдж. У нас только гвакодильчики есть, да? В дэмэдж. Блин, ну вот... Ну, разве что вот это убрать и взять. Я не знаю, допустим. Ай, тяжело, тяжело. Ну, давайте возьмем вот это. Я еще бустану, наверное, яблочко. У нас уже оно будет более жирное и больше дэмэджа вносить, что очень даже неплохо. Да, нам неважно, теряем или не теряем. Я не собираюсь выполнить дополнительные задания. Поехали. Поехали. Давайте смотреть, что из этого выйдет. Так. Это сюда, это сюда, это сюда. Ну, я не знаю, будет ли он водоплавающим тигром или нет, друзья. Без понятия, абсолютно. Без понятия. Но любопытно. Да, смотри, плавает. Ой, бедолага, бедолажный. Ну, нормально вроде себя чувствует. Так, давайте еще вот так сделаем. И вот так сделаем. Хорош. Так, тигрик-ка сюда. Отлично, тигрик действует. Уже начинает. О, нехуй. О, май гад. Вот это неприятно. Неприятно, честно говоря. Честно говоря, вообще неприятно. Я не знаю, ребят, здесь уже тяжело будет, конечно, что-то сделать, честно признаться. Я в замешательстве, скажем так. Потому что мне это нечем убирать. Я думаю, что Глокодил у нас здесь сольется сейчас. Скорее всего, да, слипается. Но ничего страшно. Я думаю, что в перспективе, я если честно, думал, что уже все гг. Но нет, перспектива у нас еще имеется. Это сюда. Мне просто бы солнышек побольше. На самом деле, это бы очень хорошо бы не сыграло. Но я думаю, что шансы реально еще есть. Так, это сюда. Все, более-менее. Не, на самом деле, ребята, зря я начал так что-то паниковать уже потихоньку. Не-не-не, шансы еще имеются у нас нормальные. Еще играть можно. Еще играть можно. Тигрик вон напал на рыбака. В неравном бою пытается его уничтожить. Но вроде бы как сработало. Минус башка у рыбака. Так. Давайте, наверное, еще ставить тигриков. Мне, в принципе, нравится. Да и мы их тестим по большому счету с вами. Поэтому больше тигриков богу тигриков, как говорится. Еще сидимся. И давайте, наверное... Блин, вот это, конечно, не приятно. Ой, минус тигрики. Ну шо это такое? Ну шо это такое? Давайте сюда еще одну поставим. Нормас. Нормас. Он должен сейчас сломать и доску, и кабину нашему гейссерферу. Слушайте, длинный уровень, на самом деле, капец какой-то. Давайте еще, я думаю, донем сюда. Найс. Вот забафа на этот пубрик должен гергенца остановить. Я в него верю. Я в него верю. Сюда ставим еще одну яблочную мортиру. Да, на самом деле, все хорошо. Смотрите, яблочная мортира станет гаргенцуат. И в это же время тигрик его просто фигачит когтями изо всех сил. Красава тигрик. Это только сейчас, если он даже ударит, будет только первый удар. Не, ребят, нормально. Особенно, вот если честно, в комбе с яблоком это жупо-имба. Очень-очень сильное растение. Реально стоит того, чтобы на него вкладываться. Стоит того, чтобы покупать семена. Я думаю, что это реально все очень даже стоящая тема. Так, ну что, в принципе, продолжаем ставить тигриков. Особенно у нас больше варьки-то и нету. Все идет отлично. Все идет замечательно. Можно даже ставить, я думаю, дополнительные яблоки. Почему-то нет. Потому что это нормальная тема. Ну и, наверное, ускорять уже у нас все хорошо. Серьезно. Тигры, ребят, расправляются с нашими противниками. И уничтожают. Давайте выходим. Бэмс! Еще минус сразу несколько. Замечательно. Тигры ждут, выжидают. А когда их очередь, так сказать, подходит, наносят свой удар. Нормально, нормально. Хорошо, сыграли, ребят. На самом деле, офигенское растение. Не жалею, что открыло его. Хоть и несмотря на то, что я не стал играть, как бы, вот это огромное количество арен. Решил так немножечко схитрить через 50 семян в квесте. Но считаю, что вот прям не зря мы это сделали. И я, если честно, очень даже доволен. Если и вы довольны, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. С удовольствием их все почитают. Ну и увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.